Эй, гей! Всем здоровенько! С вами Сайлон, мы играем на сервере L2Bits. Ну что ж, ну что ж, что ж, хотел вам сказать. Интересную команду нашел, смотрите, пишите в чат .cfg, нажимаете вот здесь, вот в этой команде, выключить анимацию бафов и анимацию сосок тоже выключить. И что тогда происходит? Все стоят как затупки, как будто бы никто ничего не стреляет и ничего не делает. Но зато у вас FPS прибавляется плюс 50. Очень круто, конечно, выглядит странновато и непривычно, особенно первое время, когда ты там идешь с друзьями. Кстати, ссылочка на серверах будет в описании. Там начальные бонусы прикольные, x2 опы до 80 уровня, кучу ништяков даю тебе в начале. Вы еще можете написать админу в дискорд. В дискорд! Блин, меня постоянно спрашивают, куда писать админу. В дискорды, для тех, кто не понял. Так вот, пишите в дискорд админу, что вы пришли от Сайлона и он вам даст, вероятно даст. Я не уверен, не спрашивал, но, вероятно, даст вам премиум на неделю. По-моему, это очень даже прикольно. Ну что ж, мы с вами будем точить сейчас здесь талики, получается, властителя. Я там, конечно же, с помощью магии монтажа вас перенесу вперед. Просто немножко поболтаю с вами, как обычно ни о чем. И затем перекину вас вперед. Давайте на три пуска они так же заходят, как и венцы. Добавите и даже не буду никакой лестнице. Так вот, выключайте себе все эти анимации, всю эту мишуру. И, ну, игроки просто будут стоять, такое ощущение, что ничего не делать. Это особенно меня конфузило, когда мы пошли только что на бою, мы все это отключил нафиг. И в итоге все как будто бы просто стояли как за тупки, и я стоял. И мне такие говорят, типа, чел, что ты, блядь, стоишь? Я такой, а я с непривычки отключил ту анимацию. И чтоб понимали, без этой анимации чуваки, типа, как будто даже не бьют. И мне такие говорят, чел, что ты стоишь? Я такой, блядь, я думал, все стоят, что-то ждут. И просто стоял со всеми как за тупок ждал. Так вот, поэтому будьте внимательны. Когда выключать анимацию, все стоят как за тупки и ждут какого-то чуда. Никто не стреляет, никто ничего не делает. Блядь, посмотрите, насколько блюдский этот талисман, сука. Он даже на три из всех штук только один на три зашел. То есть из вот всех этих 15 штук, из 15 штук только один зашел на три. Что это за шансы вообще? Так вот, этот талисман меня пускает тоже довольно сильно, но он очень нужен. Особенно сельфи, мне сельфу надо разгонять. Я не знаю, выйдет ли у меня шорт видео или нет, но я заблагал себе седьмые вот эти вот красивые пистолетики. Пистолетики красивые себе заблагал и с первого раза. То есть вытащил благ точку где-то и просто с первого раза заблагал. Также я купил себе накимы за все оставшиеся колы, что были. В итоге я нищу, у меня 1300 колов там, ну. И просто их сломал на 7, то есть я блеской кинул в них с 5 на 7 и они сломались. Бегаю в бигваре. Какие новости в бигваре? Ну слушайте, честно говоря, сейчас я бегаю в бигваре, тут довольно мало файтов. Я пытаюсь что-то снимать, какие-то куски выкорябывать. Но видимо я зашел, как всегда. Вот у меня какое-то такое вот чутье, когда надо заходить в бигвар. Я захожу, когда я вар, да, когда я захожу в воюющие кланы какие-то, блять, случается следующее. Сразу начинается какой-то полу-фрифарм. Я не знаю, почему так происходит. Возможно, я просто приношу удачу какую-то. То есть я какой-то талисман. Берите меня просто в клан, чтобы я бегал с вами. Ну серьезно, у меня так часто уже было. Не первый раз, когда я вступаю в какой-то клан, а они вдруг начинают фрифармить. И мне потом пишут, ну заебись ты чел, зашел на фрифарм. Ну а я-то не знал. Я когда заходил, то есть я навожу справки. Сначала спрашиваю, кто выигрывает, кто проигрывает. Мне говорят, эта сторона проигрывает. Я такой, ну класс, надо зайти этой стороне помочь, значит. Ну только если у меня с этой стороны нет каких-либо проблем. Там терок с Кээлом, либо еще чего-то такого. Ну вот я захожу, в общем-то, ну у меня есть никаких терок, вообще ни с кем не было, по сути. Поэтому я просто зашел в тот клан, который мне сказали, что проигрывает. А именно в Варфакторе, в котором я сейчас нахожусь. То есть, возможно, менто видео, ну понятное дело, уже он не проигрывает. Потому что, я говорю, мы заходим на РБ и в последнее время почему-то фрифармим. Даже того же Антараса, Вары там три раза регруппнулись и ушли. То есть, ну у них, я так понял, у Варов ситуация следующая. У Варов есть два сильных ДК. У нас сильного ДК почти нету. Ну, у нас есть какие-то нормальные ДК. Но прям такого, с трансформой, который прям шотает все, что видит. 15К в меня стреляет. То есть, когда уже сильф начнет не умирать от масухи, я не знаю. Но мне сильф нравится, я буду сильфом продолжать играть. Потому что у него есть этот скилл Базука. Блин, такой, конечно, фановый скилл. Просто в толпу кидаешь его и смотришь, как там все по сторонам разваливаются. Особенно портспот какой-то. Но это просто мега забавно. Надеюсь, что в каком-нибудь моменте запечатлилось из той нарезочки, которую я там стараюсь сделать для вас. Сделал нарезочку, как мы там по боссам ходим, как я стреляю этим скиллом. Ну и дракончик, конечно. Еще нужно выяснить, как работает дракончик и сколько ХП он сносит. И сносит ли он ХП, вообще, блин, будет фаново, если он так же, как на Офе, там, не знаю. Ну, поскольку он там на Офе, там, по 20 тысяч, что ли, стреляет, да? Ну, если попасть в всех, удачно. Вот. Единственное, что сильфу не хватает, конечно же, выживаемости. Очень сильно не хватает выживаемости. Дохнешь от всего, что видишь. Конечно, у меня нету даже рунок на ХП, вы скажете. Но тема в том, что я их, наверное, ставить-то и не буду. Я, если буду покупать все эти рунки, то, скорее всего, я эти рунки буду ставить именно себе на П-атаку и на криты. Потому что, ну, я считаю, что сильф это чистый демидж-дилер. Это чистый ДД. И пытаться его разогнать в ХП, там, выживаемость зачем? Вы просто жертвуете его уроном. А здесь он так порезан на 20%. Поэтому я считаю, что нужно вдалбливать максимально сильфу урон. То есть пытаться максимально урон выдалбливать, чтобы в тех же замесах можно было с массух что-то сносить. Посмотрите, игнорируют 50% защиты. Это просто жесть. Мощность 8000. Ну, это очень классный скилл. Откатывается он довольно быстро, время перезарядки, минуту. То есть, а еще с бениром, со всем мастерлимом, он откатывается, там, секунд 40 всего. Ну, это реально очень прикольный скилл. Особенно, говорю, на портспорт. Просто кидаешь, чел залетает. Ну, представьте, вы вар. Вы залетаете, и вы сразу в опрокиде валяете. Ну, это же, по-моему, просто офигенно. Вот, на Олимп походил. На Олимпе какая-то беда. На этом серваке две профессии. Просто выключают. Просто без шансов. Это дайгершики с пушкой Адана. Дайгершики-то имбай, говорю. Они выходят из хайда, вешают какой-то саловом секунд на, я не знаю, секунд на, блядь, типа, 4. Ты просто стоишь, смотришь, как они тебя ковыряют по 4-5к с пушкой Адана. Типа, камон, у меня какие-то вещи уже есть, даже седьмые сапоги уклонения. Но все равно они стреляют там по 4-5к. А если дайгершик забустится, о, там такой в жопу будет лететь. Там типа по 10к будет просто выносить. При этом у дайгершиков очень много у ворота. Очень много у ворота, по ним хрен попадешь, и они очень сильно бьют. То есть, еще раз говорю, если вы хотите какого-то дешевого пвп-класса, чтобы вы могли там в хайде вылезать, там в крысу убивать, то это дайгершик, безусловно. Я не знаю, что будет в будущем, типа, я уже решил, что ладно, будем, буду страдать на сельфе. То есть, ну, сельфе просто нужен мегабуст, чтобы вы понимали. Прям, ну, мега, сука, буст, иначе сельфа просто параша. Даже на моем бусте сельфа все еще, ну, параша, я бы сказал. Да, я там пытаюсь что-то вот поваром стрелять там по 2000, да, там, ну, одной пульки, то есть 6000 в сумме. Но все равно, блядь, с таким бустом, если бы я бы играл бы, например, на какой-нибудь, как она, арбалетчица, если бы на арбе с таким бустом играл бы, да, там, с восьмым шейным каким-нибудь, блядь, я бы, наверное, мне кажется, по 8к одной пулькой, у нее двойной выстрел, а иногда тройной в черной трансформе, я бы просто там пульками стрелял бы по 8к, потому что здесь есть рандом чел, который сейчас в топ находится по расе среди арбалетчиц, у него плотный буст, чуть лучше моего, но он стреляет, чтобы вы понимали, по чувакам по 12-15к, просто 12-12 вот так устрелять, 2-4к сбивает чел сразу, то есть, ну, это просто жесть какая-то, на 80% апать арбалетчиков, но это просто было гениальное решение от администрации, я считаю, типа, ну, просто браво. И еще на 70% пве не будем забывать, ну, блин, просто охренеть можно. В принципе, она еще и неубиваемая какая-то, я не знаю, что арбе, как я уже рассказывал, да, то есть, она какая-то неубиваемая, я спросил, почему арбатка неубиваемая, мне говорят, да у нее резисты, какие, блядь, резисты у нее в батл хрониках, я не знаю, никаких резистов у нее нет, это какой-то, какой-то мем просто, а не резисты, можно так, блядь, на все отвечать вообще, почему это класс неубиваемая, да у него резисты просто, а чего резисты-то, от урона какого-то? Вот, поэтому, ну, я просто в шоке Делайте себе, если вы хотите нагибать, то делайте арбу либо дайгерщика Ну, дайгерщик это 1 на 1, и это на олимпе Дайгерщик очень сильно впихивает Хотя меня еще даже овер убивает Овер кидает мне часики, вот этот скилл у меня откатывается как безумный просто И я просто стою там, пытаюсь его расстрелять, но ничего не получается Так что даже толковый овер спокойно расстреливает В принципе, я очень мало здесь видел ПП-шек, ЕЕ-шек вообще не видел здесь ни разу То есть, какие-то слоты, то есть, свободные будут По-любому котоводов не видел, тоже ни одного ФС-ов крайне мало видел, хотя ФС-ы здесь суперсильные Не знаю, почему на ФС-ах никто не играет Соло-цель они могут так же расстреливать Здесь бафнуты самонеры, очень причем неплохо А у ФС-ы, чтобы понимали, Молох хилит и агрит То есть, ну, я помните, играл когда-то на Абиссе, на Марсе, на ФС-е Это была просто имба, потому что он постоянно перекидывал агр на себя Люди бесились с этого, злились, не понимали, что происходит И это просто была имба, я с не таким сильным просто бустом Просто, ну, убивал чуваков, порой превосходящих меня по бусту Я вам скажу, что ФС-ы это действительно очень сильно Вы можете так же им фармить неплохо Только если вы будете там соло-мобов Если вы согласны фармить, никаких париков речи быть не может Ну, а в остальном, в остальном Я видел мало ТХ-шек, в остальном, в основном, такие-то оконные ТХ-шки Ну, понятно, ТХ-шка самый слабый оказался из всех дайгерщиков У ПВ есть просто бешеное уклонение Просто бешеное уклонение У ПВ, по-моему, даже подхил есть свой собственный У АВ есть, ну, то есть ПВ очень сильно уклоняется И бьет в ответ очень сильно АВ бьет нереально сильно, то есть, ну, сильнее ПВ Но уклоняется чуть хуже АТХ не сильно не бьет, не сильно не уклоняется Вот и все, то есть И ТХ берут, ну, какие-то совсем отчаянные Которые хотят именно хирослот Потому что ТХ во всем проигрывает другим двум дайгерам ПВ это чистая выживаемость Ты выживаешь просто как безумно в тебя никогда не попасть У тебя, грубо говоря, три уклонения там, да? АВ у тебя два уклонения, но у тебя при этом супер урон там какой-то идет от критов А ТХ это ни туда, ни сюда У ТХ разве что может резисты хорошие, там, за счет его миража Который, кстати говоря, еще в хай-файв Как по мне, намного лучше был Потому что я помню хай-файв из хай-файва Мираж, который, Dash, Мираж, там еще говорили Который сбивал постоянно таргет с тебя автоматически Но это была просто имба Сейчас Мираж там просто 20 или 30 резистов от всего дает Как баф, блядь, какого-нибудь варка, который висит у него бесконечно Ну, просто позорище какой-то, а не скилл Хотя, я говорю, последний раз, я не знаю, на батлхрониках Может быть, его переработали уже Я говорю сейчас то, что я помню с предыдущих хроник Но то, что я вижу, как они там шэдоу степами какими-то прыгают Сало какой-то дают То есть, я даже сделаю олимп нарезку Либо уже сделал, не знаю, у меня хронология всегда нарушена роликов То есть, я просто сделаю нарезочки Вы видите, как у меня даггерщики Просто бомжи даггерщики меня убивают Потому что я ничего сделать не могу Они меня выходят из хайда Тпшатся в меня Я, блядь, просто стою на них, смотрю Я пытаюсь там скиллы прожимать Но скиллы не жмутся И они просто стоят, меня режут Короче говоря, какая-то херня непонятная Поэтому я уже даже перестал включать какую-либо логику Либо мозги И просто не парюсь То есть, ну ладно Типа, режут меня даггерщики Пускай режут говняные даггерщики Так, у нас не так много осталось сталиков на 3 Хотя, нет, слушайте, довольно много осталось Интересно, сколько из этого пойдет на 4 Ставим ваши ставки, господа Бля, у меня свиточков нет, как обычно Ну, я докуплю свиточки Отличненько Давайте дальше Надо было, наверное, сразу на 4 их пытаться всех прожать Лестненько, давайте так Хотя у меня не хватит свитков, говорю Все на 4 их тут слишком много Но, слушайте Давайте понемногу точить Потом еще докуплю себе необходимые То есть Мне кажется, что Из этого всего и толпы Ну, пятый Зная, как любит Насколько любит ломаться вот этот вот талик обосранный Я думаю, что где-то пятый только у меня и будет Из этой всей толпы Вы видите, там типа 2 талика заточил 10 сломалось подряд То есть вот такие вот шансы на этого властителя сраного Его все ненавидят Причем Это самый ненавистный талисман, наверное Хотя он один из самых сильных Но, блин, черт побери Как он любит лопаться И если у вас будет какой-нибудь 9-10 властитель То забейте Это просто имба Потому что он там какие-то безумные параметры начинает давать Плюс 1000 там что ли добавляет Чистый К чистому криту То есть хотя бы 7-ой талик властителя Можно бы сделать И он уже будет давать там По-моему, по 200 Что-то такое Я не помню Хотя он уже по 100 дает Ну да, я говорю, типа, чистого крита по 100 Это очень сильный И очень сильный талик Еще и скорости сделать себе Скорость там по 2000 дает Когда триггер вылетает Короче, власть и скорость И у вас будет просто невероятный ДПС К сожалению, я не знаю, где надо будет скорость В этих батл хрониках Ждем какой-нибудь акции Куда добавят эту скорость, я надеюсь Ой, слушайте Ну, смотрите Даже на 4 Так уже, знаете Упор это идет Хотя шанс Я не помню Там написано, интересно, шанс Где-нибудь А, здесь только шанс синтеза пишут Слушайте Ну, я думаю, что надо просто Сжать булки как следует Поднять все давление Для тех, кто хочет косить от армии Короче Пока сидите, ждете приглашения в эту комиссию Просто сжимайте булки все силы У вас поднимется давление Скажу вам секрет Как клониться от армии Такой небольшой хак Но потом, правда, может голова болеть Или где-нибудь там какой-нибудь сосудик лопнуть в анусе Ну, это уже ваше, как бы, дело Я не рекомендую Но я где-то вычитал такое Так вот А еще мячик, мячик в подмышку запихаете Просто обычный Сожмите очень сильно У вас тоже давление поднимется Так, сколько я могу купить точек на 40к? На 40к, по-моему, могу купить себе Если не ошибаюсь А, ну мне хватит точек, в принципе Это 80 точек получится на 40к? Блин, ни хрена себе Тут сколько? Тут 20 коробок, кстати говоря 20 коробок, чтобы вот это позорище на 5 себе сделать Типа Ну, я говорю, в этой игре Просто должен какой-то быть рандом Вы должны в какую-то попасть Стизю В какой-то поток Где у вас все точится Блядь, вы посмотрите Это жесть Так, ну давайте Давайте не огорчаться заранее Возможно, все будет, но не сразу 15 куплю точек Блядь, все, все, что было Вдолбил в этот талик И теперь говна понюхаю, скорее всего Так, ну хорошо Пятый талик уже есть Погнали дальше Еще один пятый То есть один трай на 6 уже будет какой-то Один несчастный трай на 6 будет Ну, скорее всего, он всего один и будет У меня такое чувство Такое чувство, что всего один трай на 6 и будет И он не зайдет Ну, просто потому, что по закону подлости Он не должен заходить Так, ну давайте, пытаемся Интересно, что еще многие точат на гномиках Я не знаю, типа, это Какой-то Какой-то лайфхак, что на гномиках Типа шанс лучше или что Скажите, пожалуйста, кто шарит в этой Всей теме По заточке Слушайте, ну если будет на 6 То это уже будет программа Просто выполнена максимум Я вам так скажу Типа шестерка Это была бы просто имба Но если 7 каким-то там волшебным чудом То, конечно, на 7 Это прям Прям вай, мама Вот так вот будет Так, на 6, сука, нету На 6 может быть, скотина Да тварь ты мерзкая Давай на 6 Ну вы видите, блядь Три попытки осталось Ну, короче, понятно Скорее всего, на 5 и останется Ублюдочный талисман Я сказал вам ранее Так, передышку сделали Давай на 6, скотина Сука, ну серьезно Сколько нужно сломать этих таликов Чтобы отлично Гнида мелкая Тварь, паскуда Так, еще 2 Еще 2 Ну, с шестым будем бегать Скорее всего, еще очень долго С меня сразу на 7 Опа Смотри, что делаю Смотри, 3, еще 2 есть Еще 2 Ну, все, все, все Успокойся, мелкая Что ты делаешь Давай на 7 Опа Серьезно? Что такое пошло? Не понимаю Смотри, 2 2 трая Еще будет 2 трая Ну Ну, погоди Блядь, заяц Ой, стрёмненько Это как Не верю Не верю Не верю Блядь Тварь Давай на 8 Приколи, блядь Приколи На 8 Сдел Что за хрень А ну Еще один трай Это жесть Вообще Нереально повезло Смотри, смотри Смотри Блядь На 8 Жесть А ну Блядь Ну просто Охренеть Может, дайте Шифтану хоть За 250 Ну, наскулил Вот так вот Сидите и скулите Спасибо всем За просмотр данного видео Просто жесть Просто жесть Победил игру Спасибо за просмотр Всем удачи И пока